Итак, Shiver 3 Medial Warfare вышел на Next Gen, или для Co-Current Gen, консоли после 3 лет пребывания на ПК. One-овская версия выдает только 30 кадров в секунду, когда PS4 выдает полноценные 60. Обе версии тянут 1080p. Портированием ПК-версии на консоли занималась компания HardSuite Labs, которая также портировала мультиплеерный шутер Blacklight Retribution на PS4. Что меня больше всего удивляет, это то, что обе консоли имеют точь-в-точь идентичное железо, однако разница между производительностью в играх просто атомная. И это не в первый раз. Такое случается. С Battlefield 4 была похожа ситуация, когда PS4 выдавала 60 FPS в 900p, большую часть геймплея, а One затруднялся выдавать 60 FPS в 720p. Тот же недавний Tomb Raider, ремейк Tomb Raider, выдавал 60 FPS на PS4 и 30 FPS на Xbox One с замесом кат-сцен в 900p. И да, GPU PlayStation чуть лучше видеокарты Xbox, но разница минимальная. Что же заставляет разработчиков так урезать производительность One? Может, то, что One не так популярен, как PS4? Я не знаю никого в России, или на Украине, или в Белоруссии, и в других странах СНГ, у кого есть Xbox One. Однако я знаю, что есть немало людей, у кого PS4. В Америке дела обстоят немного по-разному. Xbox One есть у многих, но всё равно. PS4 продалась по всему миру почти в 30 миллионов, когда Xbox One в 15. Это в два раза больше. В два раза больше продаж, значит, в два раза больше FPS, видимо. Но поговорим именно об этом случае. Почему Xbox One не тянет Chivalry Medial Warfare, как его тянет PS4? Возможно, потому что у компании, которая портировала игру на консоли, больше опыта с PlayStation. Hardsuit Labs уже портировали одну игру на PS4. Но, возможно, действительно у Xbox One граничное железо, и все выходящие игры будут даже хуже, чем на PS4. Если же это так, то я не даю восьмому поколению больше двух лет. Большая часть консольщиков уже перешла на ПК и наслаждается бесплатным онлайном и недорогими играми. Не стоит уже говорить о возможности апгрейда железа в любой момент. В конце концов, консоли перестали быть уместными уже начиная с седьмого поколения. Все эти апдейты, патчи на игры, проблемы с оптимизацией на ту или иную консоль указывали на то, что консоли потихоньку превращаются в персональные компьютеры. И тем более берут они не самые лучшие стороны ПК-гейминга. Взять тоже шестое поколение. Разницы между версиями игр были мизерные. Были исключения, но очень-очень мало. Могу только припомнить GTA San Andreas и Resident Evil 4. А так ты не думая брал консоль, которой тебе больше нравятся контроллеры и эксклюзивы. И ты наслаждался мультиплатформой, как и все остальные. Подключил PlayStation, Xbox или GameCube к телевизору, вставил игру и играешь. На ПК почти то же самое, только что устанавливать надо было. А сейчас я должен устанавливать игру даже на консоль. Грузить какие-то обновления каждый день. Блин, даже на тот же Xbox One, если не скачать первое обновление на консоли, от нее будет столько же пользы, как и от кирпича. Сейчас можно собрать компьютер за 400 долларов и наслаждаться играми с графикой консольного уровня. Или даже лучше. Плюс бесплатные онлайн и дешевые игры. Впрочем, я не вижу смысла продолжать фанатить от консолей, когда игра 2012 года выдает 30 FPS на next-gen платформе. Уж лучше я подключу свой ПК к телевизору и буду наслаждаться играми в 100 раз лучше, чем на One или даже на PS4. Единственное, что помогает консолям выжить, это эксклюзивы. Ради них любой готов купить одну консоль. Например, PlayStation 4 ради Until Dawn и всей серии Uncharted. Однако, мне кажется, эксклюзивы тоже долго не проживут. Но об этом поговорим позже. Как обычно, это Николай, специально для Голодятины. И до скорой встречи!